эй здарова товарищи с вами до норандан мы играем аркане и со шахты немножко по странному на максималках сандшафты работают вот смотрите это солнышко из-за горзов восходит кажется что тут очень пыльный воздух он пыль прям в воздухе висит видите что за во имя бильяра Мой клинок очень острый Чувствуешь? Что тебе нужно? Поговорить О храме Здесь в горах Ты же будешь говорить, верно? Это тот человек, который вышел Из... Который был в библиотеке, я так понимаю Мы его ищем Его уже нашел человек одноглазый Понятно Незнакомец Послушай-ка меня Чего там еще? Я отвечаю за безопасность этого места Перед тем, как кто-то здесь чем-то тебе поможет Ты должен будешь убедить меня в том, что сам готов что-то сделать на благо Черноводья Таковы правила И кто придумал эти правила? Я! Ну ладно Ничего так и не хочешь В последнее время нам здесь изрядно досаждают жабоящеры Разори их гнезда И принеси мне их яйца в качестве доказательства того, что ты это сделал Найдешь меня в болотной лилии Это самая крупная постройка во всем поселении И где найти гнезда этих жабоящеров? К северо-востоку от Тушу Точно есть полдюжины их гнёзд. Там и ищи. Что вообще происходит в Черноводье? Болтать будем потом. Сейчас у тебя есть работа. Добро пожаловать в Черноводье, незнакомец. Всегда приятно познакомиться с новым покупателем. Черноводье? Разве я не в ту ушу? Всё правильно, незнакомец. Вот это большое дерево и есть ту ушу. А местность вокруг него называется Черноводьем. Что ты можешь мне предложить? Нет, я не потрясение, я хочу ярость. Арбалет грома, а тут есть Черноводский арбалет. Клинок боевого мага, вроде бы известный мне уже. Рецепт. Рецепт. Пжалые мечи. Бубинские дубинки. Мне нужно поговорить с магами. Поговори с Геланой. Она хранительница корней. Она знает в ту ушу каждого мага. Лезь по лестнице, ведущей на дерево. Она должна быть где-то там. Что ты думаешь о Леборсе? Неприятный тип. Очень самоуверенный и самодовольный. Бесит просто, короче. Ты боишься Леборса? Да дело не в том, боишься или не боишься. С этим ублюдком просто вообще невозможно разговаривать. Принципы, законы и прочая муть. Больше он ничего даже слушать не желает. А моя чертова жизнь сплошедни компромиссы. А что за законы придумал вам Леборос? Никакого насилия, никакой контрабанды, никакого болотника и алкоголя. Ну и как прикажете жить? Мне же нужно вести дела. А что ты думаешь о магах? Ну, было бы неплохо, если бы они как-то помогали простым людям. Но они, кроме себя, вокруг словно ничего не замечают. Вам что больше интересно, если еще как пойдут сражаться? Все лутать? Или я буду... Наглядеть-ка! Этот парень, видать, знает свое дело. С этими людьми. В общем... По-моему, какая у меня броня по статусу положена, от этого зависит то, что они говорят. Когда у меня стюркская броня, они вот так вот... Говорят, а этот парень знает, что делает. Вообще, если сейчас пойдем в лес, я просто уже все вещи найду, которые мне надо по квестам. До того, как я возьму на них квесты. Красота. Новый рекрут? Опять? Ну и чего тебе здесь надо? Я ищу двух магов, которые на Медне заглядывали в архивы замка Сильверлейк и что-то там исследовали. Такими делами занимается великий магистр Мердарион. Тогда мне нужно поговорить об этом с магистром лично. Великий магистр Мердарион сейчас занят. И без моего разрешения никто не смеет его беспокоить. Тогда я хочу получить твое разрешение на то, чтобы поговорить с магистром. Ха! Не ты первый, дружок. Для начала сделай что-нибудь полезное и отправляйся в подвальное хранилище. Это место находится прямо у входа. Там, где корни, выходят на поверхность. Заставь Вултуса пообещать прекратить читать боевые заклинания внутри дерева. Тогда посмотрим. Скажи ему, что если он еще устроит там какой-нибудь бабах, я его утоплю в болоте. И тогда ты позволишь мне поговорить с Мердарионом? Возможно. Так, если мы сейчас пойдем, меня там запретят проход к Мердариону. Я правильно понимаю? Наверное, надо было сначала вверх. Вырванные из контекста бессмысленные фразы тебе тоже действуют на нервы. Мне нужно видеть Мердариона. Великий магистр Мердарион сейчас находится в святилище. А как мне попасть в святилище? Тебе никак. Ты чужестранец. Проход через эту дверь разрешен только членам братства Тушу. Через дверь со светящимися рунами? Да, да. А когда, по-твоему, Мердарион может вернуться оттуда? Это может знать только сам магистр. Ясно. А как я могу сам стать членом братства? Гелана, хранительница корней, решает, кто может быть достоин такой чести. Это все объяснит. Стрелы навозные осы. О-моё. Охотничья стрела нужна. Мне их 844-100. Надо еще переядь дикого падальщика. Блин. И эти. Так. Яблочный уксус хороший. Стеркский. Подойдет. Чем больше я узнаю, тем больше мне учим себя ощущаю. Парадоксально, не правда ли? Парадоксально. Мне не зря дают этот рецепт. О. Стрел. Пока ты здесь, но надолго ты не задержишься. Да, мокти мы. Тефакт белья. Так страшно тут упасть, а не могли бы поребрик сделать, чтобы не падали люди. Магопада не было. Маги не падали. С дерева. Вот здесь поребрик есть, а там не сделано почему-то. Почему? На красоты не сделано. Пузырьки я люблю, потому что мы можем свои делать. Тоже восстановление здоровья, как у уксуса. То есть, когда вот эти вот... Здесь? Тихо, тихо. Чего заразорался? Когда мы вот эти стратим, мы уже будем те, что сейчас крафтят. Какой сложный замок. Ух ты. Капюшон мага тьмы. Броня 20. А он не годится в этот... Как защита. Так что я его не одену. Выход с дерева есть наружный. Но я им не буду пользоваться. Мне нужны деревья. А что, от Вултуса неприятности? Его эксперименты очень опасны. Это просто возмутительно, что совет позволяет ему заниматься этим внутри священности. А если Вултус настолько опасен, тогда почему он до сих пор здесь? Он якобы гениален. Хотя мне скорее кажется, что безумен. Безумен? Как-то. Он изучает какую-то новую магию. Какая-то ересь. Если бы она существовала, неужели бы боги не передали знания о ней нашим предкам? То есть ты полагаешь, что Вултус оскорбляет богов? То, что делает Вултус, в корне порочно. Если совет не положит конец его бесчинствам, то это сделаю лично я. Совет? А что, у вас есть лидеры? В определенном смысле. Три великих магистра братства олицетворяют огонь, воду и тьму. Расскажи мне поподробнее о магистре огня. Великий магистр Мильтон – исключительно одаренный огненный маг. Многие считают, что он самый могучий маг во всем мире. Всей своей сущностью он стремится к расширению границ познания. Открыть священное дерево для всех магов, вне зависимости от того, какой они избрали путь, было его идеей. Многие не доверяют ему, потому что в свое время они с королем Миртаны были очень дружны. Но наш великий магистр знает, что делает. Его не так-то легко сбить с толку. Что ты можешь рассказать мне о магистре воды? Великий магистр Мирдарион предпочитает не распространяться о своем прошлом. Ходят слухи, что когда-то давно он вместе с мастером Нингалом бежал из Мора Сул. Как будто в мире есть что-то такое, чего могли бы испугаться два могучих волшебника. Великий магистр Мирдарион очень интересуется древними развалинами Аргаана и постоянно отправляет туда экспедиции. А магистр Тьмы кто? Великий магистр Нингал. Он очень скрытный человек, пустой болтовни не любит. Все, что мне о нем известно, что в его присутствии нужно быть очень осторожным. Почему? Он что, убивает тех, кто придется ему не по душе? Хватит! Я и так уже рассказала тебе слишком много. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Ничего не трогай! Не беспокойся. Я не настолько глуп, чтобы трогать инструменты мага. Умничка. Дай-ка я угадаю. Это тебя ведьма прислала? А с чего вообще Гелана взъелась на тебя? Эта ведьма вообще ничего не понимает в магии, в отличие от меня. Так она действительно ведьма? Мне просто было очень странно увидеть женщину среди магов. Она волшебница, но ее совершенно не интересуют исследования в области магии. Она не стремится узнавать новое. Ей вообще по-хорошему нечего здесь сделать. Гелана волшебница? Женщина-маг? Это не разгневает богов? Ты же ведь не из этих краев, верно? Все тарифы женщины-маги были не редкостью вот уже несколько веков. А насчет божьего гнева может Гелана и есть их наказание нам за провинности. А ты исследователь? Угу. Магия постоянно меняется и развивается. Я хочу создать нечто новое и продемонстрировать этим старым болванам. Новая магия? Последние несколько лет в мире магии произошли значительные изменения. И тому должна быть причина. Но эти глупцы в упор не видят очевидного. Но ничего. Я еще переверну с ног на голову их устаревшие представления о магии. А почему ты торчишь в этой дыре? Тут же сыро и неуютно. Здесь я могу спокойно работать, чтобы меня не отвлекали. Эти старые пердуны пусть сидят там в своих креслах-качалках. Мне до них нет дела. Я ученый-одиночка. То есть они просто прогнали тебя? Вот еще. Я сам попросил Мердариона. Эти узколобые бараны просто действуют мне на нервы. А что это за штука такая у воды? Насос. Откачивает воду из пещер. По крайней мере здесь суше, чем на самом болоте. Хотя с потолка все равно постоянно капает какая-то вонючая жижа. Меня прислала Гелана. Я должен проинформировать тебя, что после очередного взрыва тебя вышвырнут на болото. Не о чем беспокоиться. Эксперимент завершен. Что? Моя миссия завершена? И не будет драки? И ничего такого? Отлично. Тогда я отправлюсь на встречу с магистром Мердарионом. С Мердарионом? Это вряд ли. Гелана тебе не позволит. Она так и дальше будет посылать тебя с поручениями только и всего. Почему я не удивлен? Я могу помочь тебе стать членом Братства Туушу. У тебя будет доступ к отличному снаряжению и многому другому. Но взамен я потребую с тебя плату. Тебя интересует мое предложение? Чего тебе надо? Соломенная шляпа. У меня ее сперли орки. Она мне нужна. Очень нужна. Шляпа? Соломенная шляпа? Ты что, издеваешься? А ты чего ожидал? Спасение принцессы? Ну ладно, не хочешь денег, найду другого лакея. Какая вежливость и обходительность. Хм, я тебе нужен. Ведьма-то нипочем не пропустит тебя к Мердариону. Может быть, это соломенная шляпа... Геланы? А не его. Ой, что это? Тут кристаллик в воздухе висит. Но мы не помогаем ему, потому что... Есть еще вариант Гелане помочь. Ну и? Что тебе сказала эта жаба? Вултус больше тебя не побеспокоит. Меня? Ну, впрочем, ладно. Он больше не шумит, как раньше. Уже хорошо. Значит, ты теперь позволишь мне поговорить с Мердарионом? Нет. С великими магистрами могут говорить только члены братства Туушу. Ты просто использовала меня. Нет. В моей власти принять тебя в наш круг. Но не раньше, чем ты докажешь, что от тебя нам может быть толк. Чего ты от меня хочешь? Кто-то в болоте проводил эксперименты над когтехватами. Один когтехват сбежал. И на нем был магический ошейник, что может скомпрометировать его владельца. Понятно. И мне нужно будет убить этого когтехвата и уничтожить ошейник? Не совсем. Судьба зверушки меня не волнует. А вот ошейник тебе нужно будет принести мне. Я награжу тебя за твои старания. Я достану тебе твой ошейник. Просто скажи, где мне искать этого когтехвата. Если верить моему ученику, зверь должен прятаться в известняковой пещере, что находится в западной части болота, к северу от пещер гоблинов. Скорее всего, там могут обитать и другие твари, но ты наверняка с ними справишься. А если нет? Ну, тушу точно переживет твою потерю. А что такое когтехват? Большая ящерица, ходящая на двух ногах. Быстрая, сильная, кровожадная. Особь, которую тебе предстоит разыскать, отличается особой свирепостью. Это глорхи. Так, качаем вскрытность. Сразу здоровье у меня повысилось. Видели? Мне даже лечиться приходится. Эй, командир! Не окажешь мне одну услугу, а? А с чего это я бы вдруг стал оказывать тебе услугу? Я бы помог тебе разбогатеть. Да-да, кто еще, кроме кашляющего дохляка, среди болот поможет мне разбогатеть? Не суди, скоро. Найди мою сумку, и тогда увидишь. А для чего мне еще искать твою сумку? Сумку ты можешь оставить себе, командир. Она ценная, расшита узорами и все такое. А мне нужно ее содержимое. Вот незадача. Меня почему-то тоже больше интересует содержимое. Это мои личные вещи. Тебе от них не будет совершенно никакой пользы. Дурак что-то. Ну ладно. Где может быть эта твоя сумка? Я обронил ее, когда убегал от жабоящеров, которые заметили меня за кражей их яиц. Гнезда этих тварей находятся к востоку отсюда. Скажи-ка мне, что там у тебя в сумке? Я же сказал, командир. Личные вещи, только и всего. А что за личные вещи? Бумаги, письма, семейные реликвии, мемуары и все такое. И откуда ты достал такую ценную сумку? Ты же выглядишь как опустившийся бродяга. Я не вор. Это фамильная ценность, клянусь честью. И ты готов отдать свою фамильную реликвию мне? Ну а как еще я могу с тобой расплатиться? У меня же ничего больше нет. Он врет. Кто-то не сходится. Так, погоди. А может мне купить перо? Там было. Перья продавались, помнишь? Они нужны для улучшенных стрел. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Есть молнии смерти, сладкие корни. Топор-берсерка, а ты... Уберём. Чеснок нужен был, чтобы пожарить оленя. Черноводский суп. Болотный лук. О, 25. Ну вот лук средопыта мне уже не нужен. Мы его крафтили, крафтили, и только на память у меня остался. Не, мы правильно сделали, что сначала в черноводье сходили. Ту ушу. Потому что... Мне бы тогда было слабое снаряжение. Может под землёй находится квестой предмет? Потому что здесь я его чё-то не вижу. Надо по карте посмотреть. Того торгаша найти. Никак не вынырнуть из воды. Как оно? Что ты можешь мне предложить? Так, ну мы эти все знаем, я помню. Перепадальщика, да. Они нужны. А где осиные? Вот эти запрещенные ружи. Охотничек стрелку пить. Ничего себе. Нисколько можно. Отдавай. От души их накупим. От души их накупим. Чтобы их хватало потом. Закончились. Что за звуки? За звуки. К overwhelming. Дейвирует. Это что-то вещь. Как это? Что от удив italiano? Как это? Что у тебя? Ручкой. Тебе природое тв queen? А тебя такое и для тебя. Продолжение следует... 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 Тут полно... Вот это лор! Наверное, в нём был ошейник этого Вултуса. Мы можем его наказать за то, что он против вас стоит в Гелане. А где шаломенная шляпа? Интересно. Тут не собирали ещё. Всё, вроде ничего нету больше. Возвращаясь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лицо тайны. Хорошая вещь. Алмаз есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня уже есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне не сюда. Это просто тупик. Но там были некоторые полезные луты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ухо, долго же мне идти придется сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пригодятся поработать кузнецом. Могу смогу будущим накрафтить разных вещей, продавать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой-то дым поднялся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, какая-то квестовая тоже вещь. Сейчас я этого не понимаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 я помню там какой-то был выход из пещеры на этот на пропасть на балкончик такой здесь наверно и там есть полезные ништяки даже оружие какой-то лежит а а а а а а Продолжение следует... 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 не тут тоже даже две куры 3 тут было самое большое капище животных но интересного лута тут было по минимуму пойдем дальше и 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 какая-то дымка черные тучи сгущаются на болото много ли вы знаете игр про болото сказочно и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я пытаюсь сильный ударный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть я обычно тупо закрикиваю врагов, и тогда сильный удар не получается. А как сделать, чтобы они получились? Ну, это просто нереально. Гадаться. Так, вот еще есть такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вроде сильный получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здесь, наверное, где-то шаломиная шляпа. Пойдем ее отыщем все-таки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что-то я не понимаю Прохода-то нету дальше Может быть не в этой пещере Не в этой пещерке Не в этих катакомрах Хм Хм Вот вы там не нужны Навозные осы Не нужных яд Как сильно они меня покорюжили Да Яд Найден Надо больше их яда Где остальные-то Так Ты подожди Стрела навозной осы Мне нужен этот колчан Теперь я буду бафаться За счет стрельбы Надо высасывать энергию Из врагов Отлично Отлично Их по сотне сразу делается Тогда я скоро скрафчу Максимальное количество Отлично АААА! Так, ну гнорхи они без луком не очень стиляешь. Бинт. Что на самой южной стороне надо узнать. Что значит? Что значит? Да блин. Маленькая мишень. Маленькая мишень. Так, что это было? В режим берсерка вошел, вы видели? Ящер. Какой-то странный баг. Что-то с графикой невероятное творится. То небо светлое, то темное. Как будто дым тут какой-то есть. Что-то с графикой. Что-то с графикой. Что-то с графикой. Что-то с графикой. Надо было Алексей Ральму завязать. Даже два бинта у что-то. Эликсир Ральму. Да уровень подождет. Я щекотки не могу. Что-то сломает. Подожди. Что-то с графиком. Какая-то с графиком. Что-то я сказал. Продолжение следует... 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 Древняя реликвия. Понимаю. Пригодится. Вдруг каким-то чудом мы их все соберем. Что, конечно, невозможно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У них какое-то мясо, значит их готовить можно, невкусно. Ну вообще можно какую-то гибельку шматить. Не те враги, которые лучше из лука. Из лука лучше всяких демонов мочить. И големов. Супер врагов, которые ближе к концу игры будут встречаться. Супер врагов. Супер врагов. Супер врагов. Хм, вот такое ощущение, что спастись от меня пытается. Не убежишь. Жабо-ящер. Шрух. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чья-то хишина. Ух ты. Урожай поспел. Да, прибудет с тобой Иннос. Да, а статуэтка рядом находится. Прочь с дороги. Странно, пузырек ничего мне не дал. И странно, что в этой хижине мне не нашлись люди, с которыми может поговорить. Там еще на карте попадалась какая-то пещерка. Надо будет это шпылить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снаружи никаких нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заметчиков. А мы тут были. Сколько я уже снимаюсь? Полтора часа. Так, в зуб камеры все хорошо. До сих пор. 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 Просто уйма. Уйма всякого зверья. Всех не переловишь. Один час. Детали древнего арбалета. Варанская большая сабля, рон 37. Ну вот мы можем взять ее и у меня ближний бой будет хороший. Надо запомнить про этот топор и его одевать, когда я буду луком пользоваться. Не топор, молоток. Молоток как-то помогает луку. Слушай, мне варанская сабля нравится. Красиво. Что тебе нужно? Пропусти меня. Здесь орки на земля. Человечие вожди говорить. Орки вожди говорить. Нет человека тут или война. Да. У вас договор с магами? Да, договор. Закханудар проход нет. Закханудар. 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 Нет ничего, нет. Не похоже. Мечом. И удар никак не наносится. Другими там нужны вообще какие-то пляски. Дикие устраивать. Проще и звукой их бить. Как голема, например. Бывает невероятные опасности враги. Не как эти вот. Гораздо опаснее. Что, мне опять что ли бинты применять? Да мы уже не в бою. Квест, кстати. Что, мне кажется, что ли бинты применимый бинты? А, яички, 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 чтобы ещеть. А, яички, яички. Сука. Добава с нашол. 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 В общем, зелья не интересуют. А что, ты в них хорошо разбираешься? Ну, не то чтобы слишком. Это у меня так, скорее хобби. Но в любом случае, прежде чем я тебя чему-то научу, я попрошу тебя об одолжении. Ну понятно, что даром ничего не делается. Что тебе нужно? Меня снова беспокоят суставы. Все это проклятая влажность. Чертовы болота. Я знаю рецепт мази, которая могла бы мне помочь. Но для нее мне понадобится дюжина паутинок болотных пауков. Собери мне эти паутинки, а я за это научу тебя, как варить полезные зелья. Какого ты мнения, Лебороси? Он как раз то, в чем нуждается черноводье. Справедливый, несгибаемый, волевой. Он обеспечивает порядок, мир и безопасность. Он гарантирует нам порядок, мир и безопасность. И заботится о нашем благополучии. Мне вот, например, он принес полдюжины яиц жабо-ящеров. И из них вышел просто огромный омлет. Яйца жабо-ящеров. Ты представляешь? Он такой смельчак. Похоже, что Леборос пришелся по душе всем жителям деревни. Ээээээ... Не всем. Борон, Шейкс и некоторые другие его недолюбливают. И все же я надеюсь, что он задержится у нас надолго. Что ты можешь рассказать мне о Бороне? Очень ненадежный и скользкий тип. Перекупает и перепродает все подряд, до чего руки дотянутся. Ле Борос не поощряет торговлю спиртным и болотником. Но пока что он не смог схватить Борона за руку. Что ты можешь рассказать мне о Шейксе? Он работает на Борона. Здесь он бывает редко. Все больше торчит в своей хижине на болоте. Одному Инусу ведомо, чем он там занимается. А где находится хижина Шейкса? К югу-востоку отсюда, глубоко в болотах. Что ты думаешь о здешних магах? На мой вкус. Больно уж они надменны. Сюда только Вултус иногда приходит выпить медовухи, да и то нечасто. А, вот Гелана недавно тоже была. Я аж глазам своим не поверила. А чего надо было Гелане? Искала свою соломенную шляпу и, как обычно, задирала нос. Но я ей ничем помочь не смогла. Откуда я знаю, куда она задевала эту свою идиотскую шляпу? Что ж, я с радостью помогу тебе, если ты научишь меня паре рецептов. А где мне найти этих болотных пауков? Они живут на берегах прудов и у еланий. А они опасны? Нет. Совершенно нет. Это маленькие, совершенно безобидные паучки. Но сети они плетут очень большие. Ладно, я посмотрю. Если найду паутинки, которые тебе нужны, то соберу их и принесу тебе. Мне бы хотелось взглянуть на твои товары. Это мы еще не все собрали. Мы знаем стрелновозные росы. А у нее ампулы есть. А у нее ампулы есть. А у нее ампулы есть. А еще хотелось взглянуть на твои товары. Мал ампул купили. Надо больше. Угу, угу. Потому что мы продолжали делать эти эликсиры. Альмовские. Задали же мне сегодня задание. Здесь мы должны быть в безопасности. Искатель приключений. Родственная душа, можно сказать. Привет. Ты это мне? Ну, конечно. Слушай, я пришел сюда еще до войны, чтобы найти один легендарный артефакт. Это не... Ну и? Ты его нашел? Не владелец, суки. Если бы. Нет. Я нашел разве что болотную лихорадку. Уже потерял счет неделям. Сколько с постели встать не могу. А ему чашку нужно? Но мне очень нужен этот артефакт. И что же это такое? Легендарный потир. Он бы прекрасно смотрелся в моей коллекции. А что ты делаешь здесь, в Черноводье? Я исследователь и первооткрыватель. Собираю сокровища и артефакты. Собственно, вот за этим я и здесь. Я прослышал все тарифи о водяном потире. И немедля поспешил в путь. Но тут началась эта чертова война. А я подхватил лихорадку. И теперь я тут застрял. Ни домой не могу вернуться. Ни заняться поисками потира. Это просто ужасно. Ты из Ситорифа? Да. Там у меня дом. Там же находится и моя коллекция. Я слышал, что Ситориф был осажден этим проклятым королем Мирданы. Надеюсь, что моя коллекция не пострадает. А что у тебя? Болотная лихорадка? Ага. Уже несколько недель как. Я на ногах-то стоять не могу. Не то что ходить по экспедициям. А что мне за выгоды, если я найду для тебя этот твой потир? Я научу тебя, как изготовить один очень полезный амулет. Да? Ты умеешь изготавливать амулеты? Да. Много лет назад меня этому обучил один кузнец в Хоринисе. Ладно, что тебе известно об этом потире? Его нашел в своих странствиях знаменитый маг Ватрос. Он назвал его Водяной Потир. С ним он отправил в ту ушу своего ученика. Предполагалось, что этот потир будут изучать. Ну и что с ними в итоге случилось? Он потерялся. Ученик Ватроса так и не добрался до ту ушу. Я хотел было пойти по его следам. Но это проклятая лихорадка. Я уже находил один потир. Ты, случайно, не этот имел в виду? Глазам своим не верю. Легендарный Водяной Потир. Прими вот это в знак моей благодарности. Легендарный Водяной Потир. Хорош. Хорош. А, понятно, где этот... Настоящий владелец сумки. А я с Гелланой поговорю сейчас. Привет. Эй! Да это же моя сумка! Да, на ней вышито твое имя. Ее у меня кто-то украл. Ты украл, небось? Признавайся! Я? Конечно, нет. Я ее нашел в болоте. Сколько ты мне заплатишь, если я ее тебе верну? Я заплачу тебе за нее золотом. Хорошо. Забирай сумку. Золотной напиток. А ты мог бы... Здесь, в болотах, он очень ценится. Ладно, я принесу тебе твой нардмарский дымок. Что ты можешь мне предложить? Ничего особенного интересного у него не появилось. Где ошейник? Вот твой ошейник, можешь забирать. Прекрасно. Вот твоя награда. И катись отсюда. Дура, что ли? Я принес тебе твой дурацкий ошейник. Пропусти меня к Мердариону, наконец. Не так быстро. Сначала ты еще поможешь мне навсегда прогнать отсюда Вултуса. Нужно будет как следует его отлупить? Фу, как примитивно. Нет. Тебе нужно будет отправиться в южную часть болота. И выяснить, как на самом деле функционирует алтарь стихий. Это еще зачем? Если получится вызвать очень сильный дождь, то подвал, в котором работает Вултус, окажется окончательно затоплен. И тогда, наконец, в тушу воцарится мир и покой. Так, а ну выкладывай мне всю правду. С этим алтарем точно что-то не так. Возможно, я упустила пару незначительных деталей. Я почему-то так и подумал. Какому богу посвящен алтарь? Всем троим. Это древняя реликвия, фигура девы с расколотой головой. Возможно, это какая-то забытая служительница богов. У нее расколота голова? Возможно, у нее две головы. Может быть, когда-то у нее было даже три головы. Она слишком пострадала от времени, поэтому сказать что-нибудь наверняка нельзя. Так если погоду изменить невозможно, для чего мне вообще заниматься поисками этого алтаря? Когда мы впервые обнаружили эту статую, она буквально излучала энергию. Но после того, как Вултус влез со своими экспериментами, она растеряла всю свою магию, стала как простая деревяшка. Мы хотели зарядить ее на следующий день при помощи погодного ритуала, но статуя исчезла. Исчезла? И куда она пропала? Ну, великий магистр Нингала отправился со своими людьми в развалины, которые находились за статуей. Когда они вернулись оттуда, то все до единого были седы, как древние старцы. С тех пор нам запрещено ходить к развалинам. Я так мыслю, что их охраняет некая злая сила, которая не дает никому приближаться к статуе. И что, ты хочешь нарушить приказ магистра? Приказ распространяется только на членов братства Туушу. Насколько мне известно, ты в нем пока не состоишь. Но если ты сможешь найти статую и призвать на землю дождь, возможно, тогда ты присоединишься к нам. А ты же вроде говорила, что статуя утратила свою волшебную силу. Может быть, часть своей силы она уже восстановила. Если же нет, то это я беру на себя. Игра сохранена. Так, ребята, скоро два часа будет. Всем спасибо за просмотр. Встретимся в следующей серии.